всем привет дорогие друзья мы продолжаем наш курс фабрика и сейчас будем разбираться с текстер пейнтом внутри блендера первое что нужно понимать для того чтобы использовать этот инструмент у вашей 3d модели должна быть развертка развертки мы разбирали в прошлых видео и я думаю они больше вопросов не вызывают в ее видитинге вы создаете развертку и переходите текстер пейнт для того чтобы рисовать по этой модели как используется текстер пейнтинг в блендере первое для чего это создание масок то есть мы можем благодаря рисованию делать какие-то определенные маски на поверхности а затем при помощи шейдинга смешивать текстуры смешивать материалы между собой применяя данные области и данные маскирования следующий вариант это хэндпэйн текстуры то есть часто блендер используют для покраски текстур для того чтобы делать какие-то интересные выразительные нарисованные такие стилизованные текстурки безусловно блендер не обладает нужным функционалом для создания реалистичных pbr материалов для этого есть отдельные редакторы это substance painter substance designer или например 3d code блендер используют текстуринг использует маски но при этом это только вспомогательный скорее элемент а не какой-то фундаментальный для того чтобы пользоваться текстур с пейнтингом мы переходим в эту вкладочку на ювишке видим развертку и следующая наша задача это создать текстуру сейчас текстуры никакой нет и поэтому объект отображается розовым цветом для создания текстур мы нажимаем плюсик и выбираем канал на который мы хотим формировать текстуры данном случае выберу base color это цвет выбрав цвет я должен обозначить имя этого материала или имя этого слоя текстурного также должен указать размеры текстурной карты стандартный цвет заливки ну и в принципе поддерживает этот элемент альфу или не поддерживает поддерживает он прозрачности или нет нажав ok я получаю текстуру и в принципе блендер готов к рисованию для того чтобы рисовать у нас есть несколько инструментов это draw кисть есть эффект размытия эффект пальца как фотошопе мы можем клонировать области заливать области и даже маскировать области в определенных ситуациях то есть маска может зафиксировать какой-то определенный полигон зафиксировать какую-то определенную часть ладно давайте начнем с обычной кисточки выбрав кисточку мы можем регулировать ее радиус то есть менять размер кисти мы можем регулировать силу кисти это интенсивность нажатия ну давайте поменьше радиус поставим и начнем рисовать также цветовой палитре можно выбирать абсолютно любые цвета для рисования и все это миксить на данном элементе усиливая силу у нас будет просто меньше прозрачности уменьшая радиус мы можем наносить более мелкую детализацию куда-то окей я думаю это понятно следующий инструмент это размытие мы можем прямо по модельке двигать давайте наверное включим кисть и сделаем чтобы кисть была более какой-то жесткой можно повращаться найти некую точку в пространстве и давайте ее прорисуем потому что что там здесь вот рисует воде с точку отлично вот если мы начинаем здесь размывать то видно что область начинает булюрится намного больше она начинает смешиваться и каким-то образом миксится здесь этот цвет то есть видите она просто разблюривает этот элемент далее это палец ну палец понятный инструмент довольно таки мы можем брать какую-то область на текстуре и начать ее растягивать вот таким вот образом как бы создавая какие-то мазки возможно как инструмент палец фотошопе инструмент клонирования мы можем брать какую-то область и также ее переносить на другую часть для того чтобы склонировать область мы держим shift кликаем нашей левой кнопкой мыши и берем вот области переносим ее на новый участок снова выбрали новую область можем ее переносить сюда ну и так далее то есть клонирование просто размножает какую-то часть заливка довольно клевый инструмент выбирая любой цвет мы можем сделать заливку на нашей модели следующее это маска использование масок это блокировка какой-то определенной области на нашей поверхности модели для того чтобы воспользоваться маской он скажет что сейчас ничего не работает потому что нету стенсила нету инструмента который добавляет на маску на объект для этого заходим в маскинг выбираем наш стенсу маск выбираем open можем открыть какую-то текстуру ну например карту дёрта и все видим что вот у меня используется маска и эта маска она проецируется на данное тело ну и в принципе может выступать в качестве такой вот именно заморозки мы можем также вручную подкрашивать и в целом теперь видите там где черное там у меня не прокрашивается там где белое там у меня прокрашивается далее я могу просто удалить эту текстуру и увидеть результат я думаю что это понятно и в целом точно такие же инструменты мы видим и на 2d рисование и на 3d рисование есть еще один очень интересный момент он связан с полигонами то есть мы можем выбирать определенные грани и определенные области для рисования для того чтобы воспользоваться данным инструментом мы его включаем нажимаем так включаем режим например полигонов выделяем те полигоны которые нам нужны отключаем и рисование будет происходить только выделенной области все остальное будет заблокировано далее мы выключаем данную функцию выходим из выделения и видите я красил конкретные полики за все остальное мое рисование не выходило теперь когда мы узнали о этих моментах разберемся как сохранять текстура после рисования для того чтобы сохранить текстуру мы нажимаем image и и сделаем сейв выбираем сейв выбираем здесь вот у меня есть материал base color выбираем здесь формат например png rgb 8 бит ну и в принципе нажимаем на сейв данная текстура сохранилась папочку и сейчас я открою ее как отдельный элемент у меня уже подготовлена папка с этой текстурой вот я запускаю и это обычное растровое изображение которое сформировал blender таким образом мы видим покрашенные области мы видим фоновую заливку и в принципе она все работает по развертке что уж я думаю разобрал инструменты в общем и целом опять же тут есть какие-то нюансы есть настройки но я думаю что теперь стало попонятнее как рисуются маски и текстуры в данной программе ну а теперь я предлагаю перейти к теории масок потому что мы сейчас разобрали именно инструменты пейнтинга но как маску создать мы не изучали для того чтобы сделать маску я создам новый слой выберу цвет заливки черный сделаю 1024 на 1024 и нажимаю ok кстати теперь я смогу в блендере переключаться еще между этими текстурами и мы можем хранить сколько угодно масок в данной сцене выбираю просто белый цвет то есть у меня нулевой situation hue и неважно value 100 процентов и там где я буду красить белым там у меня будет один материал например там где черным другой материал но для этого нам понадобится шейдинг и в шейдинге мы уже будем собирать по этим текстурам наши шейдера то есть мы будем использовать эту текстуру для того чтобы от по ней маскировать какие-то области на трехмерном теле в общем то я думаю что понятно разница между обычным текстурингом и масками ну а шейдере микс rgb и о том как используются маски мы поговорим уже в следующем видео а на этом я буду прощаться всем огромное спасибо за внимание и до новых встреч